Шериф Шерифом Шериф 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 Он извиняется за незначительное опоздание, но кривить душой мы тоже не станем. Ведь мы были предупреждены, что интервью начнем чуть позже. Белорусский специалист и главный тренер Зимбру Олег Кубарев однид Нехмурый, но, как говорится, он из категории людей, которые второй раз не улыбнется. Чем-то даже напоминает самого известного белорусского тренера, который когда-либо работал в молдовском футболе, Леонида Кучука. С Кучуком мы частенько общаемся, поэтому представление здесь мне не надо было, его дополнительное. Спрашивать чей-то совет, я считаю, что это было неправильным, потому что надо решение принимать самому. Если бы у меня были сомнения большие, тогда бы я, наверное, ходил и спрашивал советов. А так как у меня их не было, я приехал, все посмотрел. По сравнению с другими специалистами, Олег Кубарев с прессой общается не очень часто, только по необходимости. От него вряд ли можно услышать откровения Аля Добровольский, эмоции Эфроса или жесткости на грани в стиле Шишханова. Он объясняет, что он здесь исключительно для работы. Изначально мне позвонил Опря Игорь Васильевич, поинтересовался, есть ли у меня желание, ну а дальше уже механизм запущен был. И понимает, что Зимбру в Молдове – это флагман, а значит, к деятельности в команде нужно относиться с максимальной концентрацией. Кубарев даже нам признается, что у руководства он не просил предоставить ему отдельную квартиру в Кишиневе со всеми удобствами, а проживает он на базе клуба Зимбру. Разве руководство клуба не выделило вам квартиру или вы не хотите? Ну я не хочу, потому что у меня здесь работы много. Мне интересно, как ухаживают за полями, мне интересно, как тренируется молодежь посмотреть, мне интересно выйти и самому здесь позаниматься в свое свободное время. То есть здесь все есть условия для проживания, у меня есть интернет, у меня есть телевизор, у меня здесь все есть. И город мне, по сути, не нужен, потому что я здесь один без семьи. Приняв приглашение Зимбру, Кубарев даже не догадывался, что именно против его команды будут играть, так словно у соперников, последний матч в их жизни. Два года назад я свою команду привозил сюда Гомель. И мы играли здесь осенний кубок Молдовы, так называемый, мы играли с Милсами, точно помню, что играли с Рапидом, да. То есть мы забивали 4-5 голов и спокойненько играли матчи, можно сказать, что на одной ноге, да. И мое представление было немножко другим, да. То есть я видел, что все-таки это были разные по уровню команды. А здесь я увидел и исполнение, и скорости очень высокие, и самоотдача просто сумасшедшая. А проведя здесь несколько месяцев, Кубарев готов дать свою оценку нашему чемпионату и футболу в целом. Вот он какой, глазами белорусского тренера. Первое, это, наверное, преобладание атаки над обороной. То есть команды, многие бегут в атаку, как последний бой, как говорится, не оглядываясь на тылы, да. Высокие скорости, то есть быстрый переход из обороны в атаку, то есть особо не выбирая средств. То есть длинный пас, средний пас, любой передачи, то есть все направлены вперед. Вот здесь для меня удивление. Ну и плюс, вот, хорошая, именно, так скажем, скоростная выносливость команд. То есть многие футболисты, то есть не устают, в таком темпе играют и сохраняют эту боеспособность при 90 минут. Ну и самоотдача. По минусах Молодовского чемпионата и Зимбру в частности, Кубарев говорит немного сдержанно. Может быть, потому, что они пока еще видны невооруженным глазом и недостатки их жат на поверхности? Для тестирования есть, так скажем, ряд качеств, которые, так скажем, не на уровне футболистов, а, ну скажем, по отношению к другим. То есть вот скажу, что, например, там выносливость и, наверное, сила, вот скоростно-силовое качество. Может, здесь вот уступают, наверное, другим, может, чемпионатам, но за свою команду могут быть точно. То есть у нас недостаточный уровень. Вот уже много лет Зимбру пытается взобраться на высшую ступень педестала почета. Но с начала 2000-х годов зубры выше второго места пока не поднимались. Хотя, например, в 2006 году был сдан в эксплуатацию новенький симпатичный стадион. Гораздо улучшилась инфраструктура базы, но результаты до сих пор не соответствуют амбициям, глупам. Об этом не раз в том числе и в нашей программе говорил президент команды Николай Черный. Я никогда не покидал Зимбру. И главный вопрос, почему, даже обладая симпатичным составом и талантливыми игроками, Зимбру сейчас только на шестом месте? Впрочем, об этом Кубарев уже говорил нам сегодня в интервью, но снова это подчеркивает. У Зимбру достаточно симпатичная, такая талантливая команда. Есть и футболисты, которые выступают в сборной Молдове. Тем не менее, вы пока находитесь на шестом месте. Почему так происходит? Ну вот первое, что я заметил, это уровень сопротивления. То есть я смотрю матчи соперников накануне нашей игры. Я вижу совершенно другую картину, которую потом просматриваю, как мы играем. У меня такое ощущение, что против Зимбру все играют, как это самый для них важный матч. Это флагман, но отечественного футбола. И поэтому, естественно, когда высокий уровень сопротивления, возникают и какие-то определенные проблемы. Для того, чтобы Зимбру было закономерно сейчас в лидерах, команда должна быть на голову сильнее, то есть как шериф. Впрочем, только в тесном и четком взаимопонимании между тренерами и игроками любой клуб может достичь своих целей. Такого мнения придерживается Олег Кубарев. Тренер признается, что, конечно, в команде всякое бывает. Есть наказание рублем. То есть футболист один у нас опоздал на установку. Я не буду говорить, кто это. Есть футболисты, которые могут себе позволить вольности тренировочного процесса. Не прийти к доктору вовремя и так далее. Естественно, может быть здесь Кнут, но это, опять же, не в плане того, чтобы они боялись. Я хочу воспитать, чтобы футболисты сознательно относились к футболу правильно. Но в целом у своих игроков тренер Зимбру отзывает словно заботливый отец, который хорошо понимает, когда надо похвалить подопечного, а когда все-таки использовать тот самый Кнут. Вы играли центрального полузащитника, да? На этой позиции сейчас выступает Андрей Кужакарь. Чем вы сейчас, чем вы отличаетесь от него в бытности игрока? Это ключевой футболь, если так понимаете. Ну, скажу, что плюсы Андрея – это хороший удар, видение поля и, так скажем, единоборство, силовая борьба. То есть он не уступает, он много выигрывает единоборство. Поэтому отличается от меня, ну, наверное, он может быть более современный футболист, потому что о себе, наверное, неправильно будет вспоминать. Но скажу, что в плане выбора позиций, это здесь он особо, я бы не сказал, что он здесь чем-то отличается. Но современные футболисты должны быть более сильны, более развитые. Вот я скажу, здесь… Развивать эти качества еще не надо? У него не есть определенные, но ему еще надо развивать, потому что хоть он и футболист не молодой уже, но у него очень еще есть куда, к чему стремиться. Почему Александр Дедов еще в Зимбру? Почему Дедов в Зимбру? Потому что есть ощущение, что он уже перерос в уровень отечественного футбола. Ну, футболист должен уходить, когда есть предложение. Наверное, у него нет такого предложения, когда бы он решился на переход. Вы его считаете лучшим футболистом в Зимбру? Я бы не хотел так однозначно говорить, потому что я не знаю прошлой заслуги. И сегодня он ни по статистике, ни по выходу на поле, ни по минутам на поле, ни по чем он не является. Да, он хороший футболист, но он-то должен подтверждать на поле, а не статусом своим. Николай Каланчо не в сборной. Для вас это не странно? Не странно, потому что я, скажу, что все-таки тренер полевых игроков больше, чем вратарей. И вот оценивать нюансы здесь должны специалисты более сильные, чем я. Зиганов хорош тем, что, наверное, усыпляет соперников своей, так скажем, не очень высокой активностью. Но он не справно забил. С футболом одинаковый. Надо работать в любом чемпионате. Все зависит от уровня исполнителя.